Бах, Джон Кейдж, Генри Пёрсел и музыка других композиторов-минималистов зазвучала в стенах усадьбы Городийского. Художники в это время создавали экспозицию, переводя музыку в графику и цвет. Люди немножко замедлились, остановились в данном моменте, чтобы вывести их немножко из равновесия, потому что обычно, если предполагается формат классического концерта, то все готовы к последовательности номеров какой-то, к тому, что все будет точно, отрегулировано. Нам хочется сломать этот шаблон, и чтобы люди немножко почувствовали шатку под ногами, немножко сами начали думать, а почему так, а не иначе. В творческом вечере участвовали музыканты не только из Оренбурга, но и Уфы. Мелодии в усадьбе звучали с флейт, фагота, фортепиано, гитары, скрипки и других инструментов. Круто, потому что все-таки прикоснуться к музыке, особенно к живой, особенно к непопулярной, к сожалению, красивой, сложной достаточно. Этому мероприятию вообще нет аналогов. Оно очень хорошо работает по привлечению людей к классической музыке, именно современной аудитории, потому что оно предоставляет зрителю свободу. Многие задумывались, когда обнимались под эту музыку. Как заявляют сами участники и гости перформанса, аналогов таким культурным вечерам нет не только в нашем городе, но и в регионах приезжих музыкантов. По звучанию музыки в приглушенном свете зрители могли свободно передвигаться по усадьбе, смотреть на архитектуру и фрески здания. Некоторые для этого специально запаслись фонариками, что создавало еще большую атмосферу таинственности. Кто-то посетил усадьбу в первый раз. То, что здесь происходит, интересно, достаточно необычно. Для Оренбурга это вообще, в принципе, очень необычно. Уражена, что у нас в городе есть, оказывается, такое укромное местечко, на самом деле, со своей историей, со своими великолепными просто эскизами. Классическая музыка, необычная обстановка, такой все антражный, канон Нового года. Кроме музыки и графики на полотнах, внимание гостей привлекла и архитектура здания. На их взгляд-таки объекты культурного наследия необходимо сохранять, чтобы оренбуржцы знали свою историю. Ванесса Петерс, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.